Аминь, Аминь Твою, Господь! Благодарим Тебя за Твоё присутствие, за то, что Ты совершаешь Свою работу в каждом из нас. Дух Святой, приди больше, больше на это место. Мы шашли Тебя, мы нуждаемся в Тебе, и мы знаем, что не воинством и не силою, но Духом Твоим. Ты меняешь наши жизни, Ты приближаешь города, нации и страны. И мы просим Тебя, Господь, прикоснись к каждому в этом зале сегодня. Прикоснись Твоим Духом. Ты знаешь каждую душу, Ты знаешь каждое сердце, Ты знаешь каждого человека, каждую семью. Ты знаешь трудности, испытания, искушения, боли. Ты знаешь сердце, Господь, и Ты здесь, чтобы прикоснулся. Ты здесь, вчера, сегодня, вовеки, тот же, чтобы принести исцеление, обновление, освежение от лица Твоего. Боже, мы благодарим Тебя, что в Твоем присутствии мы преображаемся в Твой образ. Это не просто песня, это не просто мелодия, это связь, это общение, это соединение с Тобой в одном духе. Боже, я благодарю Тебя, я благодарю Тебя, что ни один человек в этом зале не уйдет таким же, как он пришел. Потому что в Твоем присутствии тают горы, в Твоем присутствии уходит болезнь, уходит страх, депрессия, подавленность, отчаяние, разочарование, чувство одиночества. Ты наполняешь, Ты наполняешь своей любовью, Ты наполняешь своим миром, Ты наполняешь своей радостью. Дьявол, пораженный кровью Агнесса и Словом нашего свидетельства, Царство Божье здесь. Его мир, Его праведность, Его радость, Его свобода — это то, что Он принес, это то, что Он предлагает тебе, это то, за что Он заплатил своей драгоценной кровью, искупив тебя от суетной жизни, искупив тебя от жизни в рабстве, проклятии, искупив тебя от жизни грехей, драгоценной кровью Агнесса. Просто поблагодари, поблагодари Его, скажи Господь, я принимаю, я принимаю жертву Сына Твоего, и все, что Ты купил для меня, я благодарю Тебя. Ты искупил меня драгоценной кровью, драгоценной кровью, ни золотом, ни серебром, ни гривнами, ни рублями, ни долларами, ни евро. Ты купил меня драгоценной кровью, я принадлежу Тебе, я не принадлежу этому миру. Я не раб греха, я не раб своей плоти, я Твой раб. Исповедай это своими устами, скажи, я принадлежу Тебе. Иисус, Ты мой Господь, Ты мой Спаситель, Ты Бог мой. Ты купил меня драгоценной кровью, мой дух, моя душа и мое тело принадлежит Тебе. И я благодарю Тебя, я благодарю Тебя, Дух Святой, Дух Святой, Дух Святой, Дух Святой, Ты здесь. Пусть Твоя свобода придет в жизнь каждого, свобода от всякого питения, свобода от всякой болезни и немощи, свобода от всякого страха, свобода через кровь Иисуса, свобода через раны Иисуса. Исцеление, освобождение По имени Шу Кейлабруши, таламаси, талабриса, ладей Бога, Господь, мы благодарим Тебя Что в эти дни обновления Ты обновляешь церковь свою Ты обновляешь храм свой Ты обновляешь народ свой Ты обновляешь нас Наши сердца, наши души Наш разум освящает, обновляет Переводя от славы в славу От силы в силу, от веры в веру Благодарим Тебя, Божий Благодарим Тебя, Отец Сын и Святой Дух Благодарим Тебя Благодарим Тебя За дни обновления За новое время Новое начало, новые перемены Благодарим Тебя Ты ведешь нас От славы в славу От силы в силу, от веры в веру Ты освящаешь свою церковь Ты обновляешь ее, ты обываешь нас в драгоценной крови Агнца, Чтобы представить себе славную невесту без пятна и порока, Без пятна и порока, исполненную твоей любви, Твоей любви к своему жениху. И мы любим тебя, и любим тебя в это утро, И снова, снова заявляем тебе, мы ждем тебя, Ей гряди, Господи Иисусе, мы ждем тебя, Иешуа, Ты наш Спаситель, ты наш Жених, мы любим тебя, 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 Всем своим сердцем, всей своей душой, всей крепостью, всей силой, О, я люблю тебя, признавайся его любви, Признавайся ему любви Это то, что он ожидает от тебя Это то, что он хочет от нас Больше всего Не наших денег Но нашего сердца И нашей любви Нашей любви Твоей любви Он возлюбил тебя Он возлюбил тебя Вечной любовью И в ответ от тебя ожидает Любовь Боже, я благодарю тебя Что в этом зале присутствуют те, кто любит тебя Любит тебя больше, чем деньги Любит тебя больше, чем удовольствие и развлечение Любит тебя больше, чем этот мир И что любовь в этом мире Любит тебя И мы здесь, потому что мы любим тебя Мы здесь, потому что мы любим тебя Любим тебя Любим тебя Любим тебя Субтитры создавал DimaTorzok 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 что ты и Он, это встреча с Ним, это не концерт, это не шоу, это не театр, это не цирк, это дом Божий, это место встречи с Ним. И Он здесь, точно так же, как Он ходил тогда. Смотрите, здесь сказано, что тогда наступил праздник обновления, праздник обновления, праздник обновления. Иисус любил праздники, и Он приходил на праздники в храм. Он приходил в Иерусалим, потому что Он был евреем. Он вылез в Израиле, Он родился от еврейской девушки Марии. Поэтому мы любим евреев, поэтому мы любим еврейские праздники. Никто не может быть здесь в зале, который говорит, я ненавижу Израиль, я ненавижу евреев, потому что Иисус, Он еврей. Вот почему мы любим евреев. Однажды один человек сказал, меня спрашивают, почему вы так постоянно говорите об Израиле, почему вы любите этих евреев, весь мир ненавидит их, весь мир хочет обвинить их во всех бедах и преступлениях. Он сказал, потому что однажды один еврей помог мне. Мне понравился этот ответ. Кто же был этот за еврей? Иешуа. Его настоящее имя. Иисус Христос. Он не был украинцем, он не был американцем, он не был белорусом, он даже не был русским. Он был евреем. Он родился еврейской девушке в еврейской семье в Израиле. Всю свою жизнь он прожил там. Каждую субботу он ходил не в клуб, не в дом культуры, не в дом молитвы даже, а в синагогу. В синагогу ходил он. Он ходил в храм, он ходил на Пасху, они называли это Песах, он ходил на Суккот, он ходил на все праздники, которые Бог заповедовал своему народу. И вот он даже пришел на тот праздник, о котором ничего не было в Новом Завете, в Ветхом Завете, потому что этот праздник обновления, праздник Хануки, он был уже позже, уже когда был написан Ветхий Завет. Это где-то в 200-х годах до нашей эры. Но Иисус и на этот праздник пришел. Праздник обновления. Что же это был за праздник? Это был праздник обновления храма. Вы знаете, мы сегодня наблюдаем по всему миру, что даже люди, которые ничего не знают об этом празднике, и даже не упоминают о нем, о Хануке. Но Дух Святой приходит и производит обновление, работу, которую он делал в то время. Праздник обновления – это праздник Хануки. Это праздник еще называют его праздник света, праздник победы. Праздник победы большего народа над замыслами врага и дьявола, который пытался уничтожить и стереть Божий народ Израиль с лица земли. У нас нету сегодня много времени. Может быть, в четверг, если пастор позволит. Я не понял, да? В четверг. Это вся неделя. Вся неделя мы празднуем. Восемь дней праздник Хануки. Каждый день зажигаем вот одну свечу. Сейчас мы зажжем первую. В четверг мы посадим весь вечер. Поэтому приходите все. Приходите все. Возьмите своих близких, других и знакомых. Здесь будет потрясающий еврейский праздник. Будут еврейские песни, еврейские танцы, еврейская музыка. И мы будем говорить о Хануке, и будем продолжать двигаться в дарах Духа Святого. И помадные обновления будут совершаться, которые Бог начал сегодня. Сегодня пастор будет еще говорить на эту тему больше. Так что ожидайте. Особенные перемены произойдут. Это происходит по всем церквям в городе. Происходит по всему миру. Это происходит в Израиле. Бог вчера, сегодня, во веки тоже. И во время праздников Его благодать особенно действует. Еврейские праздники связаны с историей, с событиями, которые происходили в их народе. И каждый раз Бог обновляет и подтверждает, совершает то же, что Он совершил в прошлом. Праздник — это не только воспоминание о прошлом. Это праздник сегодня. Это то, что Бог делает сейчас. Это то, что Бог делает сейчас. Немножко, пару слов. Вы видите, здесь стоит Ханукия. Это не минора. А вы знаете, чем отличается Ханукия от миноры? Спасибо большое. В миноре сколько светильников, вы знаете? Семь. Это число совершенства. И минора где стояла? В храме. Она стояла в храме его святое. Никто не видел ее, только в священнике. Откуда зажигалась минора? Из жертвенника. Да, брали огонь жертвенника и поджигали. И огонь должен был гореть. Но в Ханукии мы видим восемь здесь огоньков. И одна дополнительная, девятая. Она называется шамаш или служка. И это преобраз Иисуса Христа. Спасибо большое. А, я здесь. И, знаете, минора, она стояла в храме. Здесь восемь. Число восемь — это новое начало. Иисус, Он был обрезан на новый, на восьмой день. И Он пришел в этот мир, как свет. В Иоанна в восьмой главе Он сказал... Давайте откроем еще вот это место. Иоанна восьмая глава. Иоанна восьмая глава. Хам. Иоанна 8.12. Иоанна 9.12. 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 Иоанна 9.12.